Привет, друзья! Это Мехтиф Ньюс. Путешествие Москва-Крым 2022 началось. И первая наша крупная остановка это Ростов-на-Дону. Прекрасный город Ростов-на-Дону, в котором мне повезло когда-то прожить несколько лет. Я не стал снимать дороги, не стал снимать пункты взимания платы, потому что этого видео полно в интернете, вы можете со всем этим прекрасно ознакомиться и сами. Расскажу буквально там моментами. Итак, все прекрасно знают, что дорога в Ростов-на-Дону из Москвы пролегает по трассе М4 Дон. Сразу скажу, трасса М4 Дон в 95% она идеальная. Оставила 5% на мелкие грехи, ну какие-то ямки, какие-то там неровности при переезде по мосту, может быть, или еще что-нибудь типа такого. Трасса очень хорошая. Скоростной режим в некоторых местах 110, в некоторых местах даже есть 130. И в некоторых местах, или даже, скажем, во многих местах, это где-то 90. Но если вы пользуетесь всякими приложениями, типа Яндекс.Навигатора, или вот если, например, ставил когда-то очень давно MapCam, правда, почему-то у меня странно работает, и иногда сама по себе отключается, возможно, что-то не так сделано в настройках. Так вот, если у вас есть всякие приложения, то вы можете себе позволить на некоторых участках трассы превышения, и тогда ехать вы будете, конечно же, быстрее, чем показывает, допустим, ваш навигатор. В моем случае мы выехали из Москвы в 5, извините, в 4.30 утра, и были уже в Ростове-на-Дону в половине четвертого. А в 4.00 вечера практически мы уже сели за стол с моими друзьями. И, кстати, мне кажется, несмотря на все гаджеты, которые были в машине, то есть навигация в автомобиле самом, навигация на телефоне, я в Яндекс.Навигаторе увидел пару уведомлений о штрафах. Возможно, я все-таки где-то схватил пару штрафов, но они такие, по 500 рублей, которые со скидкой возможно оплатить, если успеваешь, по 250 рублей. Поэтому все равно будьте бдительны, будьте осторожны, смотрите обязательно в навигатор, и следите за всеми подсказками. И мне кажется, что поймал я камеру не стационарную, а которую, знаете, вот эти передвижные. Было у меня три заправки. Первая заправка перед выездом из Москвы и две заправки по дороге. Советую заправиться и остановиться для того, чтобы, допустим, перекусить или там попить кофе. Уже это в Воронежской области, в районе Богучара. Есть такая заправка Татнефти, а местность сама называется, я спросил у продавщицы, Хутор Дизель. На этом хуторе, на самом деле, большая просто заправка. Есть кафешка очень вкусная, есть там чаи, кофеи и так далее. Можно попить, там поесть для детей, для собак. Для вас будет большое разнообразие. Есть детская площадка на улице, также есть кафешка на воздухе, в которой можно спокойно что-то там съесть, перекусить. Я лично прогулялся, тоже попил кофе там, ну, вы все понимаете, для чего нужны остановки. Прогулялся со своей собачкой, потому что я был собачкой. Вот, и мы где-то провели там времени 30 минут. После загрузились и поехали дальше. По поводу платных дорог, если честно, у меня что-то плохо с памяти в последнее время. Я вам отдельно на экране, либо вот здесь, там, либо вот здесь, после вот этого моего спича, сейчас выведу цены на платные дороги. Их было достаточно много, и мне показалось, что много платных участков именно ближе к Воронежу. Не знаю, почему, может быть, я уже там что-то путаю, но я вам цены, в любом случае, выведу и покажу, чтобы вас сейчас не отвлекать. Вот, в принципе, и все. Еще раз повторюсь, платная дорога, и не только платная, сама М4, очень хорошая трасса, практически без изъянов. Едете достаточно быстро. Да, кстати, хотелось бы сказать, может быть, мне повезло, что мы домчали так быстро, потому что мы не попали ни разу ни в одну пробку. Мы не попали ни разу ни на один ремонт. Хотя по встречке я видел одну достаточно приличную пробку, километров, может быть, даже на 5, на 7. Почему? Потому что дорожники при ремонте перекрывают трассу и держат весь этот поток. И поток набивается достаточно быстро. В моем случае, мне повезло, и дорога заняла, что там, получается, 1 часов у меня. Возможно, кому-то будет полезно. Чем дальше от Москвы, тем меньше камер по трассе. Не знаю, почему так, возможно, связано с какой-то безопасностью, ну, типа там, столица, а тут, типа, не столица. И поэтому камер между городами не так уж много. И, кстати, экипажей ДПС практически я не встретил. Да, были какие-то пары моментов, где они стояли там на обочине, но нет такого засилия полиции, как вот я смотрел и видел в некоторых видео на Ютубе. Все, друзья, спасибо, что посмотрели. Если я что-то вдруг забыл, обязательно напишите в комментариях. Я вам сразу отвечу, как только у меня будет доступ. Спасибо, это был Местив Ньюс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok